Соревнования по лыжным гонкам на 10-х зимних Олимпийских играх проходили с 6 по 16 февраля 1968 года. В индивидуальной гонке у женщин на дистанции 5 километров лидирует никому неизвестная советская лыжница, 25-летняя Галина Кулакова. Однако, не имея должного опыта, за 500 метров до финиша спортсменка совершила досадную ошибку и упала на лыжне. Это случайное падение лишило Кулакову золотой медали. Были потеряны три драгоценные секунды, благодаря которым шведская лыжница Тойни Густавсон заняла на педестале первое место. Галина Кулакова получила тогда серебро. Это была ее первая олимпийская медаль. Уже на следующей Олимпиаде простая девчонка из Удмуртии соберет все золото. Галина Кулакова Великая советская лыжница. За свою карьеру она много раз одерживала победы на Олимпиадах и чемпионатах мира, 39 раз становилась чемпионкой Советского Союза. Она поражала своей безукоризненной техникой. Откуда в обычной удмуртской девчонке оказалась только выдержки и воли к победе. Галина Кулакова Галина Кулакова родилась в многодетной семье в деревне Логачи Воткинского района. Сейчас этой деревни уже нет на карте. Затопили, когда строили Воткинскую ГЭС. Поэтому детские и юношеские воспоминания Галины связаны с селом Степаново, куда позже перебралась семья Кулаковых. Своего отца, школьного учителя, Галина никогда не видела. В 1941 году он ушел на фронт и погиб где-то под Смоленском. Девочка родилась последним одиннадцатым ребенком в семье. Поэтому мама назвала ее прощальным поцелуем отца. В семье Кулаковых все дети были приучены к труду. Вот и Галина с детства помогала с работой по дому и огороду. А после седьмого класса ей пришлось оставить школу и пойти работать в совхоз. Вначале разнорабочей, а потом телятницей. В семнадцать лет она уже была дояркой и ежедневно в пять часов утра должна была подоить восемнадцать коров. А параллельно с работой училась на комбайнера. Любовь к лыжам у будущей спортсменки появилась с самого детства. В лесу за деревней было много горок, с которых катались местные ребятишки. Но своих лыж у маленькой Гали еще не было. Поэтому она самостоятельно мастерила их из досок от старой деревянной бочки либо строгала из срубленных в лесу осинок. Первые настоящие лыжи появились у Гали только в пятом классе. Достались по наследству от старшего брата, которого призвали в армию. На них она каждый день пробегала в школу по шесть километров. Три в одну сторону, три в другую. Уже работая в совхозе «Воткинский», Галина участвовала несколько раз по линии комсомола на различных соревнованиях по лыжным гонкам, но без особого успеха. Так продолжалось до 1964 года. Зимой Кулакова получила телеграмму от своей сестры из города Воткинска. Мол, приезжай. Галина подумала, что у сестры что-то случилось и примчалась к ней в гости. Расстояние в 27 километров девушка преодолела пешком. Оказалось, сестру записали на заводские соревнования по лыжным гонкам, а та попросила Галю выступить за нее. Девушки были похожи, и подмену бы никто не заметил. Кулакова согласилась. Из автобиографической книги Галины Кулаковой «Кому покоряется лыжня». Я вышла на старт, стараясь не глядеть на судей. И как только взметнулся вверх красный флажок, опроветью бросилась в лес. Как говорят, подальше от греха. «Вот это Кулакова!» – услышала я позади мужской голос. «Смотрите, как мчится. Можно подумать, что за ней кто-то гонится». А лыжня ныряла с пригорка на пригорок. Воздух морозный обжигал губы. Бежать мне было легко. Дистанция короткая, всего три километра. Не успела я как следует разогнаться, вижу финиш. Вот досада подумала про себя. Опять придется голову прятать. Проскочила финишную линию и скорее подальше от нее, в сторону. Эти соревнования Галина Кулакова не выиграла, но именно они стали переломным моментом в ее жизни. В тот год в Воткинске находился тренер Петр Наймушин, участник девятых Олимпийских игр в Инсбурге. Он-то и заприметил спортсменку. Узнав от старшей сестры Кулаковой про подмену, попросил пригласить Галину приехать к нему в город. И снова в село Степаново полетела телеграмма. Срочно приезжай. В итоге Петр Наймушин уговорил Кулакову заниматься спортом. Девушка переехала из деревни в Воткинск, где из доярки переквалифицировалась в глинцовщице, работала на заводе, делала детские коляски. И без отрыва от производства занималась под руководством Наймушина лыжными гонками. Результат не заставил себя долго ждать. Уже через год Кулакова, выступая на крупных соревнованиях в Смоленске, стала мастером спорта СССР. После этих соревнований она вместе с тренером получила приглашение переехать в город Прокопьевск Кемеровской области. Там председатель горисполкома Леонид Коноваленко решил собрать сильную команду лыжников. Кулаковой дали двухкомнатную квартиру на проспекте Ленина и вместе с тренером устроили на работу на шахту Зименко. Из воспоминаний мастера спорта СССР Валентины Баландиной. Кулакова никогда не страдала звездной болезнью. Была простой в общении, но не слишком разговорчивой. Тренировалась отдельно от остальных. Мы в Тарганском парке, а она под руководством Петра Наймушина в Сосновом бару в Смышляево. Любила простор и тишину. В 1966 году Галина Кулакова вошла в состав женской сборной страны, а в 68-м отправилась на свою первую Олимпиаду в Гренобль, где из-за неудачного падения лишилась золотой медали. В итоге серебро и ценный урок. Галина стала упорно отрабатывать технику лыжного бега, довела ее до совершенства. Больше она никогда не падала. В 1969 году на Кубке СССР в Свердловской области спортсменку прямо с трассы увезли в больницу. Внезапная боль в Баку – операция. Хирург Галина Ивановна Тарасова настаивала на трех месяцах полнейшего покоя, а она уже через пару дней встала на ноги и вновь училась ходить. Сначала от кровати к кровати в палате, потом от стенки к стенке в больничном коридоре. Через две недели Галина Кулакова встала на лыжи и начала понемногу кататься, постепенно наращивая интенсивность тренировок. Всего через два месяца после операции Кулакова выиграла две золотые и одну бронзовую медаль на чемпионате мира в Чехословакии. Но операция для Кулаковой имела серьезные последствия. Она потеряла возможность иметь детей. Позднее она вышла замуж за массажиста сборной Владимира Володченко. А началось все с шутки лыжницы Раисы Сметаниной. Мол, после того, как Владимир делал Галине массаж, то как настоящий мужчина он просто обязан на ней жениться. Шутка оказалась реальностью. Молодые сыграли свадьбу. Однако тренеры, по сути, поставили Кулакову перед выбором – сборная или личная жизнь. Кулакова выбрала спорт. В итоге брак распался. Вместе молодые прожили всего пару месяцев, хотя официально развелись только через четыре года. Это первые зимние Олимпийские игры, которые прошли за пределами Западной Европы и США. На их подготовку было потрачено свыше 550 миллионов долларов – астрономическая сумма для того времени. Бесспорным лидером выступила команда СССР, завоевавшая 16 медалей, половина из которых – золотые. Вслед за ними прославились спортсмены СГДР с 14 медалями на счету. На третьем месте была команда из Швейцарии. Настоящей сенсацией на этой Олимпиаде стали голландский конькобежец Арцхенк и советская лыжница Галина Кулакова, завоевавшие по три золотые медали. Советская сборная во главе с ней одержала победу в гонке на 5 километров, на 10 и эстафете. Конек Галины Кулаковой – подъемы. Их она преодолевала легко и победоносно. Именно тогда ее стали называть «королевой лыжни». За успехи на этой Олимпиаде лыжница получила еще одну награду – Орден Ленина. Была у спортсменки на тот момент мечта – автомобиль. На несколько тысяч призовых рублей, полученных за три олимпийских золота, чемпионка купила свою первую машину – «Волгу». 1974 год. Чемпионат мира в Фалуне, Швеция. Демонстрируя не только невероятную технику, но и волю к победе, советские лыжницы удивили весь мир. И опять все золотые медали отправились в СССР в чемодане Кулаковой. Через два года, на 12-е зимние Олимпийские игры в австрийском Инсбурге, Галина Кулакова ехала под номером один. Однако в личных гонках она дважды заняла лишь третьи места, хотя и выиграла свое четвертое олимпийское золото в эстафете. Позднее допинг-проба Кулаковой дала положительный результат на эфедрин. Выяснилось, что запрещенный препарат попал в организм Кулаковой случайно. Эфедрин был в составе капель для носа, которыми лыжница пользовалась перед первой гонкой на Олимпиаде на 5 километров. В итоге Кулакова была лишена бронзовой медали за эту гонку. Остальные ее результаты оставили в силе. Позже спортсменка рассказывала, что никогда так не плакала, как тогда от обиды и незаслуженного наказания. И в эстафете лыжниц ожидалась борьба тех же команд. Свою восьмую олимпийскую медаль Кулакова завоевала в 1980 году в Лейк-Плэйсиде, серебро в эстафете. Советским лыжницам не хватило совсем чуть-чуть, и виной тому неправильно подобранная лыжная мазь. У спортсмена ГДР второй номер, у наших третий. Трудно передать, как были огорчены наши болельщики. Ни Галина Кулакова, ни Раиса Сметанина остановить стремительных соперниц не смогли. В 1981 году Кулакова провела едва ли не самую тяжелую гонку в карьере. Ближе к финишу 30-километровой дистанции она попросту отключилась. Ее сумела опередить юная Нина Парамонова, ставшая затем лучшей подругой Кулаковой. Еще через год на чемпионате мира в Осло Кулакова выиграла серебряную медаль в эстафете, после чего завершила карьеру. Сейчас Галина Алексеевна проживает в своем доме в поселке Италмаз, в 20 километрах от Ижевска. У Кулаковой свое хозяйство. Рядом давняя подруга и помощница Нина Парамонова, которая на 20 лет моложе, хотя всю необходимую работу Кулакова еще может выполнять сама. Прямо в доме находится музей, куда приезжают экскурсии из Ижевска. В Ижевске даже есть памятник, который из-за своей формы в народе прозвали «Лыжи Кулаковой». На самом деле это монумент дружбы народов, который посвящен дружбе братских народов, русских и удмуртов. В 1984 году Хуан Антонио Самаранч вручил Кулаковой серебряный олимпийский орден. За свою карьеру Галина Кулакова четыре раза становилась чемпионкой зимних олимпийских игр, девять раз чемпионкой мира и тридцать девять раз чемпионкой Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова